РАДИО РОССИЯ КУЛЬТУРА Программа с участием Александра Равенских и Анатолия Лоботского. Программа с участием Александра Равенских и Анатолия Лоботского. Программа с участием Александра Равенских и Анатолия Лоботского. У многих других взволновавшие есть свидетельство острого и болезненного перелома, тяжелой и мучительной драмы в творчестве Есенина. Я понял, что так или иначе судьба его вскоре должна решиться. В ту минуту писать о его стихах значило либо недоговаривать, либо предсказывать. Предсказывать я не отважился. Решил ждать, что будет. К несчастью, ждать оказалось недолго. В ночь с 27 на 28 декабря в Петербурге в гостинице Англитер Сергей Есенин обернул вокруг своей шеи два раза веревку от чемодана, вывезенного из Европы, выбил из-под ног табуретку и повис лицом к синей ночи, смотря на Исаакиевскую площадь. Из автобиографии Сергея Есенина Я сын крестьянина, родился в 1895 году в Рязанской губернии Рязанского уезда, село Константинова. С двух лет по бедности отца и многочисленности семейства был отдан на воспитание довольно зажиточному деду по матери, у которого было трое взрослых неженатых сыновей. С ними протекло почти все мое детство. Дедья мои были ребята озорные и отчаянные. Трех с половиной лет они посадили меня на лошадь без седла и сразу пустили в голубь. Я помню, что очумел и очень крепко держался за холку. Потом меня учили плавать. Один дядя брал меня в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня белье и как щенка бросал в воду. Я испуганно плескал руками, пока не захлебывался. Он все кричал «Эх, стерва, ну куда ты годишься?» Стерва у него было слово «ласкательное». После лет восьми другому дяде я часто заменял охотничью собаку, плавая по озерам за подстреленными утками. Мы часто ездили на оку поить лошадей. Ночью луна при тихой погоде стоит стаймя в воде. Когда лошади пили, мне казалось, что они вот-вот выпьют луну. И я радовался, когда она вместе с кругами отплывала от их ртов. Среди мальчишек я слыл коноводом и большим драчуном и ходил всегда в царапинах. За азартство меня ругала одна только бабка, а дед иногда сам подзадоривал на кулачную. Бабушка любила меня изо всей мочи. И нежности ее не было границы. Она была религиозная, таскала меня по монастырям. Первые мои воспоминания относятся к тому времени, когда мне было 3-4 года. Помню лес, большая канавистая дорога. Бабушка идет в Родовицкий монастырь, который от нас в верстах в сорока. Я, ухватившись за ее палку, еле волочу от усталости ноги, а бабушка все приговаривает. Иди, иди, ягодка. Бог счастье даст. Часто собирались у нас дома слепцы, странствующие по селам. Пели духовные стихи о прекрасном рае, о Лазаре, о Миколе и о женихе светлом госте из города неведомого. Дедушка пел мне песни. Старые, тягучие, заунывные. По субботам и воскресным дням он рассказывал мне Библию и священную историю. Я в Бога верил мало. В церковь ходить не любил. Дома это знали, и чтобы проверить меня, давали 4 копейки на просфору, которую я должен был носить в алтарь священнику на ритуал вынимания частей. Священник делал на просфоре 3 надреза и брал за это 2 копейки. Потом я научился делать эту процедуру сам, перочинным ножом, а 2 копейки клал в карман и шел к мальчишкам на кладбище играть в бабки. Один раз дед догадался, был скандал. Я убежал в другое село к тетке и не показывался до той поры, пока не простили. Так протекало мое детство. Когда же я подрос, родные захотели сделать из меня сельского учителя. И поэтому отдали из сельской земской школы в закрытую церковно-учительскую. Там я страшно скучал по бабке и однажды убежал домой за сто с лишним верст пешком. Дома выругали и отвезли обратно. Окончив школу 16 лет, я должен был поступить в Московский учительский институт. К счастью, этого не случилось. Екатерина Есенина, сестра поэта В школе в Спас-Клепиках Сережа учился три года. Потом отец вызвал его к себе в Москву и устроил работать в конторе у своего хозяина. Из Москвы Сергей часто приезжал домой. С ним у нас сразу становилось веселее. И сам он был красивый, нарядный. Когда Сергей, одевшись в свой хороший, хоть и единственный костюм, отправлялся к соседям, мать, не отрывая глаз, смотрела в окно до тех пор, пока Сергей не скрывался из виду. Много девушек на него заглядывалось. Дома Сергей погружался в свои книги и ничего не хотел знать. Мать и добром, и ссорами просила его вникать в хозяйство, но из этого ничего не выходило. Из автобиографии Сергея Есенина. Читать я выучился лет в пять. Стихи начал слагать рано, лет с девяти. Толчки давала бабка, она рассказывала сказки. Некоторые сказки с плохими концами мне не нравились, и я их переделывал на свой лад. Первые стихи писал, подражая деревенским частушкам. Период учебы не оставил на мне никаких следов, кроме крепкого знания церковно-славянского языка. Это все, что я вынес. Остальным занимался сам под руководством некоего господина Клеменова. Он познакомил меня с новой литературой и объяснил, почему нужно кое в чем бояться классика. Из поэтов мне больше всего нравился Лермонтов и Кольцов. Позднее я перешел к Пушкину. Николай Сардановский, друг юности. Переехав в Москву, Сергей работал в типографии Сытина на Пятницкой улице. Жил в маленькой комнатке одного из домов купца Крылова в Большом Строчиновском переулке. Здесь мы проводили время в задушевных беседах, с восторгом вспоминали о раздолье на Константиновских лугах или на Оке. Сергей с упоением рассказывал, как видел приезжавшего в типографию Максима Горького, как изящно оформляет свои рукописи модный в то время поэт Бальмонт. Часто он не читал свои стихи. В начале 1914 года в детском журнале «Мирок» под псевдонимом «Аристон» было напечатано первое стихотворение Есенина «Береза». Белая береза под моим окном Принакрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежную каймой Распустились кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине, И горят снежинки в золотом огне. А заря лениво, обходя кругом, Обсыпает ветки новым серебром. Анна Изрядного Гражданская жена Сергея Есенина Он только что приехал из деревни, но по внешнему виду на деревенского парня похож не был. На нем был коричневый костюм, высокий накрахмаленный воротник и зеленый галстук. Золотыми кудрями он был кукольно-красив. Окружающие, по первому впечатлению, окрестили его вербочным херувимом. Был очень заносчив, самолюбив. Настроение было у него угнетенное. Он поэт, а никто не хочет этого понять. Редакции мало принимают в печать. Отец журит, что Сергей не делом занимается, надо работать, а он стишки пишет. Из письма Сергея Есенина Я чувствую себя прескверно. Тяжело на душе, а злая грусть залегла. Вот и гаснет румяное лето со своими огненными зорями, а я и не видал его за стеной типографии. Куда ни взгляни, взор всюду встречает мертвую почву холодных камней, серые здания, да пеструю мостовую. Здесь много садов, оранжерей, но что они в сравнении с красотами родимых полей и лесов? Да и люди-то здесь совсем не такие. С кем не поговори, услышишь одно и то же. Деньги — главное дело. А если будешь возражать, то тебе скажут, молот, зелен, поживешь, изменишься. Дела мои не особенно веселят. Поступил в Народный университет Шанявского на историко-философский отдел. Здесь хоть поговорить с кем можно и послушать из чего. Но со средствами приходится скандалить. Не знаю, как буду держаться. Все свободное время он читал, жаловы не тратил на книги, журналы, нисколько не думая, как жить. Работа в типографии отнимала очень много времени. С восьми утра до семи часов вечера. Некогда стихи писать. В конце 1914 года он бросает работу и отдается весь стихам. Пишет целыми днями. В декабре у нас родился сын. На ребенка смотрел с любопытством. Все твердил. Вот я и отец. Скоро привык, полюбил его. Качал, убаюкивая, пел над ним песни. Заставлял и меня, укачивая, петь. В марте поехал в Петроград искать счастье. Из автобиографии Сергея Есенина. В университете Шанявского я пробыл полтора года. В это время у меня была написана первая книга стихов. Я послал некоторые из них в петербургские журналы и, не получив ответа, неожиданно грянул в Петербург. Первый, кого я увидел, был Блок. Написал ему записку. Александр Александрович, я хотел бы поговорить с вами. Дело для меня очень важное. Вы меня не знаете, а может быть, где и встречали по журналам мою фамилию. С почтением Сергея Есенина. Он меня принял. Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот, потому что в первый раз я видел живого поэта. Александр Блок, дневники. 9 марта 1915 года. Днем у меня рязанский парень со стихами. Крестьянин Рязанской губернии, 19 лет. Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные. Я отобрал шесть стихотворений и направил его к Сергею Городецкому. Блок свел меня с Городецким. Он встретил меня весьма радушно. Тогда на его квартире собирались почти все поэты. Стихи мои произвели большое впечатление. Обо мне заговорили. Поэт Сергей Городецкий. И я, и Блок увлекались тогда деревней. Внезадолго перед этим выпущенным первым альманахи русских и инославянских писателей уже были напечатаны стихи Николая Клюева. Факт появления Есенина был осуществлением долгожданного чуда. Вместе с Клюевым и Александром Ширяевцем, который тоже около этого времени появился, Есенин дал возможность говорить уже о целой группе крестьянских поэтов. Стихи он принес, завязанными в деревенский платок. С первых же строк мне было ясно, какая радость пришла в русскую поэзию. Край, любимый, сердцу снятся с кирды солнца в водах лонных. Я хотел бы затеряться в зеленях твоих стозвонных. По меже на переметке резида и риза кашки И вызванивают в четки ивы, кроткие монашки. Курит облаком болото, гарь в небесном коромысли, С тихой тайной для кого-то затаил я в сердце мысли. Все встречаю, все приемлю, рад и счастлив душу вынуть. Я пришел на эту землю, чтоб скорее ее покинуть. Поэт Сергей Городецкий Стык наших питерских литературных мечтаний с голосом, рожденным деревней, Казался оправданием всей нашей работой и праздником какого-то нового народничества. Есенин поселился у меня и прожил несколько месяцев. Записками во все знакомые журналы я облегчил ему хождение по мытарствам. Из автобиографии Сергея Есенина. Скоро меня начали печатать чуть ли не на расхват все лучшие журналы того времени. «Русская мысль», «Жизнь для всех», «Северные записки». Потом появилась моя первая книга «Радуница». О ней много писали. Все в один голос говорили, что я талант. Я знал это лучше других. Когда стихотворение появлялось в печати, Есенин приходил с номером журнала и бесконечное количество раз перелистывал его. Глаза блестели, лицо светилось. Он зорко следил за журналами и газетами и каждую строчку о себе вырезал. Владимир Чернявский, друг поэта. Про Есенина в тот первый приезд говорили недоброжелатели, что его наивности народный говор нарочитые. Но для нас, новых его приятелей, все в нем было только подлинностью и правдой. Конечно, Есенин не мог не чувствовать, что его местные обороты и рязанский словарь помогают ему быть предметом общего внимания. И он научился относиться к этому своему оружию совершенно сознательно. Но мы видели также в первые недели его выхода в большой свет, что эти народные словечки вырывались у него совсем естественно, от души. Стихи он читал в особенно идущей прямо к сердцу есенинской манере, потряхивая своей мальчишеской желтой головой немного напевно. Простые ритмы рубились упрямо и крепко. Ему не давали отдохнуть, просили повторять, целовали его, чуть не плакая. После стихов он принимался за частушки. Они были его гордостью не меньше, чем стихи. Есенин говорил, что набрал их до четырех тысяч и что Городецкий непременно обещал устроить их в печать. Многие частушки были уже на рекрутские темы. С ними чередовались рязанские страдания. Сергей жалел, что нет тальянки, без которой они не так хорошо звучат. Пел он по-простецки, как поет у околицы любой деревенский парень. Попутно весело рассказывал о своей жизни в селе, об учительской семинарии, о любимом старом деде. Брошенные им скользь слова о пребывании в Москве мы пропустили мимо ушей. Так нам хотелось видеть в нем поэта без вчерашнего дня, только что от Сахи. Анна Изряднова. В мае 1915 года Сергей вернулся в Москву уже другой. Был по-прежнему любящий, внимательный, но не тот, что уехал. Немного побыл в Москве и снова уехал в деревню. Писал хорошие письма, говорил, скоро вернусь, но мне не верилось. Первые месяцы жизни Есенина в Петрограде не были плодотворными. Рассеянный образ жизни и небывалый успех на время выбили его из колеи. Помню, он принимался писать, но написанное его не удовлетворяло. Обычно Есенин слагал стихотворение в голове целиком и, не записывая, мог читать его вслух без запинки, чутко прислушиваясь к ритму и как бы проверяя звучание. Затем садился и записывал. На второй или третий месяц пребывания в Петрограде Сергей вдруг заявил, «Мне надо съездить в деревню». Уехал. Из деревни писал, «У вас хорошо в Питере, а здесь в миллион раз лучше». Александра Есенина, сестра поэта В те годы Сергей приезжал домой каждое лето. Помню, как к его приезду все чистилось и мылось, всюду наводили порядок. Он был у нас дорогим гостем. Даже сам приезд его был необычным. Сергей любил подъехать к дому, как вихрь, на лихом извозчике. С его появлением сразу нарушался обычный порядок. На полу появлялись раскрытые чемоданы, со стола долго не убирался самовар. Даже воздух в избе становился другим, насыщенным папиросным дымом, смешанным с одеколоном. В комнате, на столе, за которым Сергей работал, лежали книги, бумаги, карандаши. Он редко писал.